Доброе утро! Ульяновск! Привет тебе, вся Ульяновская область! На календаре 28 апреля, среда, день работников скорой помощи именно сегодня. Современная разветвленная медицинская сеть, состоящая из десятков бригад, связанных друг с другом, начиналась скромно. Всего с двух карет. Более ста лет назад, в 1898 году, в Москве в этот день был издан указ о закреплении за двумя полицейскими участками столицы по карете скорой помощи. Причем на месте для врачей были выделены специальные помещения, в которых круглосуточно дежурил один из медиков. Мобильная бригада сопровождала на вызовах полицейских. Пострадавших доставляли в участок, где, по сути, находился филиал стационара. Позже опыт сотрудничества медиков и служителей правопорядка переняли в других городах. К началу 20 века количество станций скорой помощи значительно увеличилось, а работать в этой отрасли стали получившие медицинские образования специалисты. С ростом престижа профессии пришло и признание, в крупных городах начали появляться научно-исследовательские институты. В нашей студии каждый день появляется цветочная композиция от партнера нашей программы «Салона Цветы и Штучки». Работают сегодня для вас Гульнар Шарипова и Алексей Сорокин. Давайте начинать веселье. «Утро с репортером» – это полезные и познавательные рубрики. Энергичные и зажигательные ведущие. Интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР». ЗОЖ по группе крови. Предлагаю об этом поговорить этим утром, а именно о генетических особенностях, влияющих на возможности тела. Считается, что та или иная группа крови человека по-разному сказывается на его темпераменте. Например, обладатели первой группы считаются наиболее эмоциональными, целеустремленными и оптимистичными. Те, кому досталась вторая группа крови – творческие и чувствительные натуры. У меня вторая группа крови. Люди с третьей группой крови довольно общительные и энергичные, но склонны к перепадам настроения. Люди с четвертой группой крови – великолепные организаторы. Специалисты уверены, по группе крови можно выбрать и тренировку. Конечно же, учитывая особенности характера и организма людей. Для людей с первой группой крови идеально подходят аэробные нагрузки, плавание, танцы и гимнастика. Обладатели второй группы крови лучше всего проявят свои навыки в йоге, беге, единоборствах и танцах. А еще стоит обратить внимание на командные виды спорта. Спортсмены с третьей группой крови обычно предпочитают индивидуальные занятия. У них хорошо развита выносливость, стоит чередовать силовые и аэробные упражнения, например, йогу и бег. Для обладателей четвертой группы крови подходят любые виды тренировок. Здесь стоит ориентироваться только на индивидуальные предпочтения. Не знаю, какая группа крови у нашего эксперта по здоровому образу жизни Оксаны Галеевой, но кажется, ей с легкостью удаются все виды физических нагрузок, ей, в общем-то, и слово. Доброе утро! С вами Оксана Галеева, руководитель студии Yoga Life, инструктор женских практик йоги. Я желаю вам прекрасного весеннего настроения и хочу сегодня поговорить о работе для офисных сотрудников, которые, к сожалению, мало двигаются и мало видят весеннее солнце. Для нас очень важно не только двигаться, но и правильно расслабляться. Что такое расслабление? Когда мы приходим домой, расслабление не приравнивается к какой-то ленности, мы не должны ложиться на диван. Такое расслабление будет еще большим переутомлением. Переутомление приводит к нервозности, к напряжениям. Поэтому мы сегодня поговорим, как можно сделать перед рабочим днем, либо в конце рабочего дня некое предрастяжение, которое будет приводить к расслаблению всей нервной системы. Когда мы утром просыпаемся, конечно, мы чувствуем скованность мышц. Вся наша внутренняя система, межклеточная жидкость, она словно закостеневает. И перед работой нам прекрасно растянуть наши ноги, предрастянуть. Конечно, возможно, это будет немножко некомфортно, но мы с вами попробуем. Хорошо? Если вы сейчас сядете на какую-то поверхность твердую, но чтобы это был не голый пол, а ковер, либо какая-то мягкая подстилка, полусогнем коленочки, немножко поездим на седалищных костях и останемся в положении натянутой спины, то есть от себя, вытянем ножки и сделаем некие движения, которые помогут нам предрастянуть задние поверхности ног, спины. И если вы почувствуете какие-либо зажимы, это и будет сигналом о том, что вам нужно больше внимания уделять на работу вытяжения мышц, потому что это даст именно правильное расслабление всего тела. Итак, мы сели ровно, подняли ручки вверх и делаем в динамике несколько наклонов. Вдох и выдох с прямой спиной. Вдох и выдох. Здесь очень важно не уходить с амплитудой, дискомфортной для вас, а делать так, как сейчас позволит сделать ваше тело. И затем уходим с ровной спиной, опускаем ручки через стороны, спинка осталась достаточно прямая. Берем себя либо за икроножные мышцы, либо ближе к голеностопам, насколько вам комфортно. Располагаем локти в стороны и начинаем уже опускать спинку, удлиняясь позвоночником и макушкой. Не запрокидывайте вниз голову, не делайте пережимания шейного отдела. Ваша спина идет с шейным отделом, как плавная дуга. И в этом положении, направив локти в стороны, расширяем область спины, посидите и подышите. Почувствуйте всю заднюю поверхность ноги, почувствуйте поясничный отдел и вашу спинку. Прекрасное выполнение упражнения перед рабочим днем, либо в конце рабочего дня. Его же хорошо выполнять, если у вас есть возможность и в течение вашего рабочего дня. Итак, мы с вами посидели, подрастянулись и потихонечку вернулись. У вас может быть разное положение. Вы можете, если обладаете гибкостью, дотянуться животом до бедер и сделать небольшой наклон. И самое главное, вы можете заметить, что каждый раз, каждый день, выполняя это упражнение, у вас будет разная амплитуда. Да, действительно так. Наше тело, оно привыкает к движениям. И всегда помните о принципе стрелы. Иногда вы можете словно остаться на месте. Сколько бы вы ни тренировались, но вы не уйдете ниже и глубже. Потому что наше тело в разные дни имеет разный гормональный баланс и позволяет нам делать разную амплитуду движений. Когда мы натягиваем стрелу и опускаем ее из лука, прежде чем она полетит вперед, она уходит назад. Также ваше тело, оно может какое-то время замедлиться, чтобы сделать качественный рывок вперед. Я желаю вам хорошего дня, чтобы на вашем пути к здоровому образу жизни всегда светило солнце. На 9 тысяч больше в Ульянской области создадут новые места дополнительного образования. Они начнут свою работу на базе 126 учреждений региона в 24 муниципалитетах. Всего в учебных учреждениях откроют почти 200 объединений дополнительного образования. На новых местах проведут необходимый ремонт учебных аудиторий, закупят оборудование и средства обучения. На открытие новых мест выделено почти 56 миллионов рублей. И о главном расскажем далее. Первое, второе и компот. Сначала взрослым, на проверку. Качество питания в ульяновских детсадах относится щепетильно, а поэтому вспышка инфекции у детей в Уиндзенском районе – нонсенс. Причиной отравлений воспитанников детского сада «Теремок» в селе Труслейка считаются непрожаренные беточки, а значит, вина лежит на сотрудниках пищеблока. Во время проверки детского сада выявлена масса нарушений санпина, в том числе и товарное соседство. Сегодня у нас свекольник. А нас в классном бульоне. Строже меры, выше качество. Здоровье детей – главная цель, которую обсудили на специальной комиссии, где за круглым столом собрались представители Министерства образования, Роспотребнадзора и других ведомств. Где мы должны быть особо бдительны? Это прежде всего в поставке продуктов питания, в их приобретении, в условиях хранения, в приготовлении пищи, какие необходимые санитарные нормы и правила, и все другие законодательные процедуры должны соблюдать. Правила обязательны к исполнению во всех детских садах. Продукты проверяют на нескольких этапах. Сначала оператор питания, затем сотрудники учреждения. Первое – идет контроль за поступающей продукцией. Осматриваем на вид, на документацию, смотрим, откуда продукция поступила, часы ее реализации. Салат, свекольник, макароны, котлеты и компот – обед воспитанников детского сада. Калорийность, белки, жиры, углеводы – все здесь прописано. И все эти блюда готовятся именно в детском саду, в пищеблоке. Готовые полуфабрикаты здесь не допускаются. Вся продукция подвергается лабораторному контролю в независимой аккредитованной лаборатории. После соответствующего заключения эксперта продукция допускается для питания детей. Наблюдать и проверять за работой сотрудников пищеблока должна следить прокиражная комиссия. В ее составе медсестра и заведующее учреждение. Одним из самых главных моментов – это соблюдение, неукоснительное причем соблюдение, технологии приготовления пищи. Вот это, наверное, главные составляющие, которые составляют залог полноценного, здорового, качественного питания в детском саду. Своевременный медосмотр, гигиена сотрудника кухни и чистота самого пищеблока. Требования строгие. Их соблюдение равно здоровью детей. А это самое важное. Довольные дети, счастливые взрослые. Супы любят очень, компоты, какао пьет, салаты капустные, витаминные разные. Новый салат с капустой, с красной смородиной. Прям хвалил, говорит, приготовь. Аналитики выяснили, какие сотрудники работают на 14% эффективнее других. В опросе участвовали более 2000 российских работодателей в марте нынешнего года. Самыми эффективными сотрудниками оказались женщины старше 40 лет, разведенные или в браке. Это важное, значит, уточнение. Имеющие одного или нескольких взрослых детей, они именно работают на 14% эффективнее всех остальных возрастных групп. Мне, к сожалению, в эту группу никогда не пробиться. Самыми сильными сторонами сотрудниц этого возраста оказались аккуратность, внимательность, стрессоустойчивость и умение работать в команде. Несмотря на вот эту доказанную повышенную эффективность, как оказалось по статистике, работодатели платят именно этой категории работников на 19% меньше, чем мужчинам или более молодым женщинам. При этом сотрудницы старше 40 лет в два раза реже, чем их молодые коллеги, просят прибавку к зарплате или повышение в должности. При этом российские работодатели предпочитают нанимать сотрудников от 25 до 40 лет. Вот такая вот, к сожалению, несправедливость. Рубрика «Это интересно» продолжает наш эфир. Пока аналитики и эксперты определяют эффективность трудоработников, эти самые работники выходят в парки, скверы на свои придомовые территории для того, чтобы свою эффективность подтвердить ударным трудом. Генеральная уборка проходила во всех населенных пунктах региона. Было определено 525 мест для наведения чистоты и порядка в каждом поселении. В различных благоустроительных мероприятиях, по итогам Мечника, мы итоги подводили, вот конкретно в субботник участвовало 42 865 человек. Из них школьников более 4,5 тысяч человек и 2437 организаций. Более 500 единиц техники было задействовано для уборки. И очень важно, что в данных мероприятиях активно участвует территориальное общественное самоуправление. Субботник сегодня – это не просто трудовой десант на отдельно взятой территории. Субботник – в первую очередь возможность продемонстрировать свое активное участие в жизни города. Доказать скептикам и диванным экспертам, что чистота зависит от каждого из нас. Да и сугубо рабочими моментами субботники не ограничиваются, превращаясь в полноценные культурно-досуговые мероприятия. Например, в Сенгелеевском районе это сочетание прошло в рамках акции «Сад памяти». В самом Ульяновске Минспорта провели фитнес-субботник вместе с эстафетой. В Димитровграде участники субботника на «Алле учителей» также провели культурную программу. При этом парки, конечно, в выигрыше. Администрация следит за порядком и чистотой, вовремя проводит все благоустроительные работы. Простая цель – привлечь отдыхающих, привлечь бизнес. В едином строю, вооруженные лопатами и граблями, вместе с сотрудниками муниципальных предприятий работают волонтеры ФКГС. Они будут у нас работать на территории муниципальных образований, всех вот этих, которые участвуют в рейтинговом голосовании. И будут объяснять, что это вообще такое, как можно это выбрать, как на сайте, если необходимо, зарегистрироваться. И если у жителей есть желание и время, то они смогут проголосовать рядом с этими, ну, прям сразу с этими волонтерами. То есть у нас у волонтеров будут вот такие вот планшетики сразу. Вот, да, то есть в планшетик у нас будет, человек подходит, он говорит свое имя, фамилия, телефонный номер, регистрируется. То есть волонтеры ему помогают зарегистрироваться, и прямо на этом планшетике он сможет посмотреть, а какие же варианты у нас есть. Проекты, госпрограммы, формирование комфортной городской среды объемные и сравнимы по размаху со средним парком, если речь идет о развитии общественных пространств. Вариант для преображения территорий множество. Например, сразу три муниципалитета Ульяновской области участвовали в конкурсе Минстроя России для малых городов и исторических поселений. И, как оказалось, не напрасно. Принимали участие три у нас муниципалитета, это Барыш, Корсун и Сульска. Выиграли по 50 миллионов рублей, и мы из регионального бюджета им еще с финансированием по 10 миллионов рублей. Работы начнутся уже в этом году. В мае завершится всероссийское голосование за проекты комфортной городской среды. А сейчас активные жители региона могут начинать прорабатывать свои проекты, что называется, на перспективу. Как происходит общественный запрос? Когда формируется какая-то определенная группа социальная, которая видит, как можно сделать что-то лучше. И вот эта вот уже наша, скажем так, сформировавшаяся социальная группа обращается либо к нам в министерство, либо в органы местного самоуправления. Они говорят, что вот там есть здесь пустырь, вместо которого можно сделать хороший парк. Есть у нас видение, как этот парк, например, должен быть. Понятно, что это процесс не быстрый, не одного дня. Главное – заложить фундамент, организовать активную группу единомышленников, которые общими усилиями с ответственными ведомствами сумеют оформить проект на бумаге и дать ему импульс к живому воплощению. Картину не дополнят региональные новости. Информационная программа «Реальность» далее в эфире. Надо всем одевать маску. Обязательно. Это очень желательно для всех, чтобы никто не болел. И скорее бы этот вирус закончился. Чтобы наши дети, все мы были живы-здоровы. Многие из нас, случайно забыв дома средства защиты, чувствуют себя некомфортно. Словно без одежды появились в общественном месте. Желающих погулять без маски в 2021 году не так много. Чуть ли не каждая семья в регионе так или иначе столкнулась со смертельной инфекцией. На территории города Ульяновска мониторится ситуация с ковидом в постоянном режиме. И если говорить о тех цифрах, которые мы получаем, это в день у нас бывает от 40, 35 и до 60-70 случаев заболевания. И поскольку эта цифра нестабильная, то успокаиваться у нас с вами поводов нет. В этот же период 2020 года регистрировалось от 19 до 27 случаев заболевания. Так что расслабляться не время. Контролируют улицы и общественные пространства Ульяновска волонтеры-дружинники. Бывают граждане, которые несознательно относятся к этому выполнению постановления. И пытаемся их убедить, что надо все-таки одевать маски, перчатки и выполнять перчатки в масочный режим. Просто людям иногда надо напоминать, и это дисциплинирует людей. Администрация Ульяновска совместно с полицией и народными дружинниками продолжает проводить рейды минимум раз в три дня. В этот раз зона мониторинга – Заволжский район. Проверяют общественный транспорт пассажиров и водителей. Цель такая же, как и год назад – напомнить людям об обязанности иметь при себе средства защиты. В случае правонарушения пассажирам водитель не должен допустить его к проезду. Естественно, лишить пассажира транспортной доступности тоже не имеет права. И уже так перевозчики сами договорились с администрацией, что водитель будет иметь какой-то запас масок, чтобы в случае, если пассажир забыл дома, предоставить ему маску бесплатно. В целом люди с пониманием относятся к проверяющим. Агрессии нет совсем. Нарушения незначительные. В основном кто-то не успел надеть маску или надел, но неправильно, спустив на подбородок, оставив открытым нос и рот. По итогам рейда мы обследовали 49 единиц транспорта, выявлено 28 нарушений, они устранены на месте, проведено 69 профилактических бесед. Участники рейда прекрасно понимают настроение людей. Хотят, чтобы поскорее закончилась пандемия, тем более появилась вакцина, доступная каждому, и появление популяционного иммунитета не за горами. Чтобы приблизить долгожданный момент, людям нужно действовать сообща, напоминать друг другу об ответственном отношении к себе и окружающим. Павел Патриков, Баксияр Салтанов, репортер 73. Детям постоянно нужно как-то контактировать друг с другом, потому что когда уходишь в виртуальный мир, это же совсем другое. Что такое онлайн, современные дети знают порой даже лучше, чем взрослые. Но одно дело добровольное общение в сети и совсем другое, когда дома запирает пандемия. И интернет остается единственным окном в мир. В прошлом году Игнат и Диана уже пропустили встречу с друзьями в летнем лагере. В этом поездка тоже попадала под вопрос. Я должна была поехать летом только на конкурс, на юг. Но теперь, если есть такая возможность, поехать и мне, и брату в лагерь, и даже, может быть, в один лагерь, то я очень рада этой возможности и думаю, что мама обязательно воспользуется ей. В летнем отдыхе не новички. Несколько лет Диана уезжала в Волжанку. Игнат – в огонек. В этом году решили программу поездок обновить. Игнат собирается в Ульяновский Орленок. У его старшей сестры далеко идущие планы. Хотела в лагерь с подружкой в области у нас. Но с учетом вот этой компенсации, если она будет распространяться по всей России, может быть, они с подружкой даже куда-то поедут ближе к йогу. В регионе 50-процентная компенсация путевки действует уже несколько лет, но распространялась только на областные летние лагеря. Министерство просвещения прорабатывает критерии, по которым заработает возврат средств, гарантированный на федеральном уровне. Если он не будет иметь территориальной привязки, горизонты детского отдыха значительно расширятся. Родители или их представители смогут по безналичному расчету приобрести путевку в детский лагерь и получить 50% от ее стоимости через платежную систему МИР. По предварительным расчетам компенсации воспользуются родители 357 тысяч детей. Из бюджета выделяется 5 миллиардов рублей на это. Всероссийские детские центры просят за путевку больше региональных. Для многих отдых в легендарных лагерях – несбыточная мечта. Даже для благополучных семей с уверенным достатком отправить нескольких детей на смену по такой цене – накладно. Конечно, областные учреждения держат марку, чтобы сделать каникулы яркими и запоминающимися. И каждый школьник, побывавший в лагере, точно знает, из-за чего хотелось бы туда вернуться. Атмосфера. Друзья. Да, друзья, свежий воздух. На этом снимке из далеких 60-х двойник звездной Людмилы Гурченко. Молодая ульяновская воспитательница Валентина Белова. Выбор в пользу педагогики сделала осознанно, из любви к детям, и не ошиблась. В детсадах провела полвека, удостоившись многочисленных благодарностей и поощрений, а самое главное – признания со стороны ребят и родителей. Если сейчас мы возьмем образование, то в детских садах все пособия, все игрушки, все предоставлено детям. В наше время не было этого. Мы сами все творили, все делали, все вырезали, клеили. У меня были первые помощники – мои дети и мой муж. Вот так личным примером и собственных детей воспитала педагогами. Дочь Наталья Тихонова закончила профильное училище и вуз, была членом партии и даже председателем женсовета в полку супруга. Получив доверие сверху, собственными руками возвела и возглавила 243-й детсад «Гармония» от механического завода. На ответственном руководящем посту оказалась в 29 лет. 13 лет бессонных ночей, 13 лет работы, вернее, жизни без выходных. То есть дошкольные работники, у них нет совершенно грани, где они отдыхают, где они работают. Мне даже муж говорил, слушай, говорит, ну ты же с работы пришла, ну заканчивай. Ну нет. С 2004-го Наталья Александровна – заместитель директора Ульяновского училища Олимпийского резерва. Чаще на работе, реже с семьей, тем ценнее встречи с дочерью Оксаной, следующим звеном солидной династической цепи. Вот это моя первая школа. Сюда я пришла в первый класс, давала звонок. Как положено, меня несли на руках, потому что была самая маленькая, компактная. Вернулась сюда с образованием педагогическим и пришла работать с учителем музыки. Набиралась опыта в 31-й Ульяновской, чтобы затем наращивать и транслировать его в школах и детсадах Подмосковья. Причудливые жизненные тропы привели Оксану Лилейкину в Нарофоминск. И за 20 лет педагогической деятельности она стала, по сути, педагогом-универсалом, отмеченным грамотами на самых разных уровнях. Но лучшая метка верного пути. Дочь Анна – студентка, опять же, педагогического вуза и активный слушатель курсов вожатского мастерства в педотрядах «Охлома». Это не просто работа, это твоя миссия, которую ты должен выполнить. И решая эту миссию, помогая ребятам, делая их лучше, помогая становлению их личности, я считаю, что ты приобщаешься к какому-то чуду. Независимо от того, сколько нам лет, мы всегда молоды душой. Потому что мы работаем в детском коллективе. Да, и любим детей. И любим детей. А они любят нас. Нас, конечно. А когда столько любви, это замечательно. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Фонарик мне теперь посвечу, хорошо? Помоги себе ручкой. Здесь нащупай ямочку. Ямочку надо будет голову, подбородок поставить, хорошо? Главные пациенты – чебоксарских врачей, офтальмологов, дети с ограниченными возможностями здоровья. К таким нужен особый подход. Гибкое, доброжелательное общение. Приходится временно перевоплощаться в психолога и примерять роль воспитателя. Многие дети пугаются странного оборудования. Первым делом маленького пациента нужно успокоить. И только после этого приступать к диагностике. Идея состоит в том, чтобы максимально послушать, посмотреть детей, тех, которые часто то ли в забвении, то ли в очередях, то ли некогда. Так, чтобы ускорить и привлечь внимание еще раз к тому, что дети не терпят каких-то проволочек. Надо делать все как можно скорее, особенно когда касается таких вещей, как слух, зрение, ну и другие вещи. За 15 минут приема опытные врачи успевают провести диагностику от и до. Первым делом проверка остроты зрения. Дальше оценка внутриглазного давления, состояние сетчатки и глазного яблока. Только за первые два дня работы помощь получили больше 100 слабовидящих детей. Всех, кого к нам пригласили на это обследование, мы всех обязательно посмотрим. У нас приехали очень опытные доктора, очень опытные хирурги, которые и сами по себе очень много знают и владеют всеми последними методиками. И в то же время у нас есть все диагностическое оборудование, которое позволяет выявить самые малейшие изменения в состоянии глаз. Если в процессе диагностики выявляется заболевание, при котором требуется дополнительное лечение или хирургическое вмешательство, пациента пригласят уже в Чебоксарский филиал микрохирургии глаза. Благодаря десанту добра и выездам медиков в социальные учреждения Ульяновской области, многие воспитанники и постояльцы детских домов, слепые и слабовидящие дети получат доступ к самой современной медицинской помощи, обретут здоровье и зрение. Мы надеемся, что вот этот замечательный, добрый проект станет доброй традицией для Ульяновской области, поскольку уже договорились и с руководителями, и самое главное, с фондом защиты детей, чтобы такие визиты, вот таких вот очень нужных и важных узких высококвалифицированных специалистов в Ульяновскую область были ежегодными. Запланированное соглашение скоро подпишут. Оно станет правовой основой для дальнейшей совместной работы. Мобильный пункт пробудет в Ульяновске до 28 апреля. Следующая остановка – Димитровград. Павел Патриков, Валерий Кулачков, репортер «73». Сегодня мы должны знать, какова владенческая смертность в бывших союзных республиках, в Средней Азии, Казахстане. А там сегодня идет сокрытие статистики. Там сегодня работают вот эти организации бездородные, которые не всегда чисты. Вбить клин между братьями посредством ложной статистики, демонизации недостатков и принижения успехов. Играя на международном поле, нужно быть на чеку. Нельзя расслабляться и в вопросах внутренних. Нужно протягивать руку тем, кто только начинает жизненный путь. Продолжить формирование комфортной инфраструктуры для подрастающих поколений, а также направить особые усилия на развитие условий для воспитания и образования детей и молодежи. Жизнь разворачивается так, что, действительно, в последний год, вот эта изоляция детского мира, она, конечно, нанесла серьезный урон. И мы можем судить по результатам, которые в нашей стране. Статистика уже начинает публиковаться. Но мы связаны с детским фондом ООН. Средняя температура по планете, которую привел Альберт Лиханов. Дети теряют уровень образованности и интерес к новым знаниям. И пандемия внесла свою лепту в этот печальный процесс. Нужно как можно скорее заполнять этот провал, чтобы он не успел превратиться в пропасть. Плюсом – вопросы здоровья, заботиться о котором в наше время одновременно и сложно, и просто. Конечно, прежде всего, мы должны подготовить тех, кто вступает в это родительство, нашу молодежь, подростков, прежде всего, молодых людей, к тому, чтобы они сами вступили здоровыми. И, соответственно, закладывание здоровья ребенка тоже с самого начала пошло правильным путем. В нашем регионе есть свои наработки и проекты с необходимым вектором. Благополучие детей на первом месте. Накануне стартовал «Десант доброты». Обследование и помощь получили десятки маленьких пациентов. Специально для этого проекта «Десант доброты» были разработаны вот такие профессиональные методические рекомендации, которые позволят нам повысить квалификацию специалистов, которые работают в сфере образования, социальной защиты, здравоохранения. Сотрудничество даст региону неоценимый опыт работы специалистов всероссийского и международного класса. В ответ Ульяновская область готова делиться собственными уникальными практиками и достижениями. Детский мир должен быть благополучным и счастливым. Соперники матч начали тяжело, без острых атак и опасных моментов. «Волга» больше владела мячом. Ульяновские футболисты предлагали сопернику более вариативную игру, не стесняясь играть шире, чаще подключая фланги. Но первого забитого гола пришлось ждать больше 30 минут. Денис Рахманов запустил в прорыв Алексея Цыганцова, который виртуозно навесил в штрафную, где его передачу ударом через себя замкнул Тамерлан Мусаев. До забитого мяча, естественно, к волнению присутствует даже у ребят, потому что все вроде доставляем мяч в штрафную площадь, а до реализации довести не можем. Но потом уже стало все в свое русло, мы стали полностью контролировать, хорошо комбинировали, перемещали мяч в фланги на фланг. После забитого мяча «Волга» действительно словно выдохнула и продолжила планомерную осаду Оренбурга. И спустя 7 минут удар капитана Волжан замкнул на дальней штанге Тимур Джикия. В начале второй 45-минутки сложилось ощущение, что «Волга» перешла на игру вторым номером, меньше созидала в атаке и больше позволяла оренбуржцам играть на своей половине поля. Тем не менее, освежив команду заменами, Ренат Аитов сумел изменить рисунок игры и на 81-й минуте. Вновь с передачи Дениса Рахманова Тимур Джикия оформил дубль. Очень благодарен своей команде, которая не бросила играть и все 90 минут продолжала играть в футбол, невзирая на счет 3-0. И у нас также были хорошие моменты у Владимира Бадюкевича, два, и у Тимана Тарковаев. И в конце у Семена такой выход. Можно сказать, что не реализовали, не забили. Было бы интересно, если бы мы забивали свои моменты, и что было бы. Итоговый счет 3-0 в пользу ульяновской команды, которая в следующем туре отправится в Новотроицк, где 30 апреля сыграет против местной Носты. Будь подвижным, энергичным, с гелем-активист. Двигайся легко, свободно. С гелем-активист. С гелем-активист в активную жизнь. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее. От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный. Под названием клубнещит. Внимание! Акция! Уничтожь колорадского жука и получи подарок. Акция. Карада плюс подарок. По данным сайта ГИСМЕТИО, 28 апреля в Ульяновске переменная облачность. Небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью от 0 до плюс 4. Днем от 6 до 10 градусов тепла. В городе температура воздуха ночью от плюс 1 до плюс 3. Днем от 7 до 9 градусов тепла. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ульяновским школьникам из многодетных семей подарят компьютеры. Ульяновская область присоединилась к благотворительному проекту «Много дарю компьютеры детям». Семьи, которые воспитывают не менее пятерых детей, трое из которых школьники, получат бесплатную компьютерную технику. Сейчас в списке значатся 44 ульяновские семьи. Дарителем может стать каждый. Любой желающий может пожертвовать новую или бывшую в употреблении исправную технику. Компьютеры, ноутбуки, планшеты или даже смартфоны. Подробности на сайте проекта многодарю.рф. Самое время передать слово школьникам, у которых есть не только компьютеры, но и камера и микрофон. Наши юные коллеги с новостями продолжат эфир. Майские праздники традиционно самые любимые. Выходные можно объединить в мини-опуск или каникулы. Можно сделать что-нибудь полезное и продуктивное. Освоить новые хобби и при этом отдохнуть. Любимые майские занятия, дача, шашлыки... Я забыл. Понимаю. Понимаю. Любимые майские занятия, дача, шашлыки, прогулки, путешествия. В прошлом году мы были лишены всего этого. Переходить, передавать разные интересные занятия. В этом выпуске мы поговорим про способы, которые подходят как для природы, так и для дома. Майские выходные и семейный досуг. Это как раз тот случай, когда можно увидеться со всеми своими родственниками. Провести время вместе, отправиться на пикник или в поход. Можно всей семьей сходить в музей или галерею. Обычно в майские праздники посещения делают бесплатными. Или организовать марафон игр, квестов и квизов. Также выходные отлично подойдут для... Усвойства... Может устройство... И распоение... Также выходные подойдут для того, чтобы освоить кулинарное мастерство. Или для фильмов и сериалов, на которые не было времени. Совет. Ротратьте время на что-нибудь полезное. Подучите английский язык. Или начните учить новый. Начните осваивать новую профессию или углублять знания в физику или биологию. Повторяй за мной. Откажитесь на время... Откажитесь на время... От гаджетов... От гаджетов... Соцсетей... Соцсетей... И интернетом... И интернетом... А теперь слепляй все это вместе. Ты будешь великолю его. Откажитесь на время от гаджетов, соцсетей и интернетом. Если погода позволит, проведите время на своем воздухе. Попробуйте помедитировать. Или побегать, покататься на велосипеде или самокате. Кстати, ничего не делать тоже можно. Весна в время перемены и обновления. Поэтому советуем разобрать гардероб. Занятие, до которого вечно не доходят руки. Избавьтесь от вещей, которые вы точно не будете носить. Также весна, лучшее время для переставки растений. Также весна, лучшее время для переставки растений. Лучше сделайте своим цветам новые горшки, если не сделали этого раньше. А если у вас еще нет домашней зелени, то самое время изменить подоконник. Вам точно должно хватить праздничных дней, чтобы отдохнуть и заняться делами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Предлагаю продолжить начатую вчера тему о правилах общения в мессенджерах. Как оказалось, очень интересно. Поддерживаю. Но сначала напомню нашим телезрителям, что мы уже рассказывали о том, что перед тем, как писать или звонить, нужно все-таки порепетировать. А еще оформлять одну мысль лучше в одно сообщение. Третье правило. Ссылаться на документ или сообщение в чате. Если вы обсуждаете тему или начали только что обсуждать тему, которую затрагивали несколько десятков сообщений назад, не поленитесь, тегните его, это сообщение или этот документ, чтобы собеседнику было проще вспомнить, о чем шла речь. Правило номер четыре. Проверять свой ник и аватарку на адекватность. Если вы пишете человеку в мессенджерах с предложением своего продукта или услуги в первый раз, но на аватарке у вас котик, а зовут вас дикая рысь или одинокий волк, дальше с взаимодействием могут быть трудности. Собеседник может не отнестись к вашему сообщению серьезно и в итоге проигнорировать его. Пятое. Очень важное правило, но все его постоянно нарушают. По работе нужно писать только в рабочее время. Правило простое. Зафиксируйте, пожалуйста, себе. Ну и, наконец, напоминайте о себе, если вам долго не отвечают. Действительно, тут уж точно не надо стесняться. Переписок и общения в чатах может быть настолько много, что некоторые даже важные сообщения останутся незамеченными. Напоминайте о себе даже через несколько дней. Рубрика «Стиль» продолжит утренний эфир вот так вот неожиданно. Добрый день, уважаемые телезрители. С вами в студии Анна. Это рубрика «Стиль». Предлагаю вам сегодня сделать вот такую вот пасхальную миску для конфет или для пасхальных яиц в форме скорлупки в гнездышке. Для этого нам потребуется с вами воздушный шарик, клей ПВА и туалетная бумага, либо салфетки. Нарываем нашу бумагу на кусочки. Заранее подготовьте побольше. Будем обклеивать ей наш шарик. Лучше, если бумага будет просто белая, чтобы не было никаких рисунков. Далее нам нужно развести клей ПВА с водой. Я использую универсальный столяр. Мне кажется, он прочнее почему-то склеивает. Я развожу на глаз. Клей хорошо нужно перемешать в воде. И далее приступаем к обклейке нашего шарика. Каждую салфетку мы смачиваем в воде и обклеиваем ей наш шарик в хаотичном порядке. Музыка. 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 Когда проклеиваете, у вас будут образовываться пузырьки воздуха в салфетке, их нужно будет выгонять. Когда вы полностью обклеите шарик, нужно будет дождаться полного высыхания. Это примерно сутки полтора. Он должен будет очень-очень хорошо просохнуть. Сушить можно будет в вертикальном состоянии. Просто можете поставить шарик в банку. Очень удобно, чтобы он у вас никуда не укатился. После того, как ваш шарик хорошо высох, вы его просто сдуваете и снимаете нашу скорлупку. И я ее покрасила в два цвета. Внешнюю сторону в белый и золотистую сторону. Внутреннюю сторону в золотистой. Вот такая подставка в итоге у нас с вами получается. Я планирую ее использовать либо под конфеты, либо под пасхальные яйца. Это «Утро с репортером». И мы продолжаем. Продолжаем темой о федеральном проекте. Проект «Формирование комфортной городской среды» в этом году отмечает свое пятилетие. Он реализуется в Ульяновской области с 2017 года. И благодаря ему в нашем городе благоустроено 75 общественных пространств и 437 дворовых территорий. 26 апреля стартовал очередной этап голосования. И в этом году введено новшество. Помогать жителям выбирать территории и вообще узнавать об этом проекте будут волонтеры. Вот поэтому у нас сегодня великолепные гости. Руководитель регионального волонтерского штаба Людмила Князькова и волонтер из Ульяновска, учитель школы Наталья Юрьевна Зинина. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, ну, во-первых, наверное, вопрос Людмиле. Какую подготовку прошли добровольцы? В принципе, мы как бы уже начали сбор волонтеров в марте. Желающих было порядка 400 волонтеров из семи муниципальных образований, так как семь территорий участвуют в данном проекте. И, собственно, ребята, перед тем, как пройти уже в основной, так скажем, штаб волонтерского корпуса, они первые, конечно же, прошли собеседование как онлайн, так и встречались с кураторами волонтерских объединений конкретно в муниципальном образовании. После этого они прошли онлайн-курс для начала на сайте добро.ру, подготовленный федеральным центром, где были такие тонкости именно связанные с этим проектом, потому что вопросов много, как юридических, так и почему сейчас мы голосуем именно за эти объекты, потому что в 2018 мы их выбрали, а теперь мы голосуем за их, так скажем, вид, как он будет выглядеть. И ребята также прошли обучение уже очное, они встретились с руководителями волонтерских объединений, где им рассказали о том, где они будут стоять, в какое время, что они будут делать, на какие вопросы они отвечают, и на все такие тонкие какие-то вопросы, которые могут возникнуть у жителей, отвечали уже ребята-кураторы, тим-лидеры. Вы говорите, ребята. Был какой-то возрастной, какие-то ограничения были? Понятное дело, что мы ориентировались, старались на 18+, потому что все-таки проект сложный, и ребята уже, которые более-таки, у них уже есть бэкграундники, они уже прошли какой-то опыт, понятное дело, что мы старались таких отбирать. Но мы понимаем, что есть муниципальное образование, где нету там профессиональных образовательных учреждений, и это либо люди уже возрастные, серебряные добровольцы принимали участие, либо это ребята старших классов, то есть там от 16 лет мы рассматривали. Понятное дело, что будут все средства индивидуальной защиты представлены ребятам, все-таки пандемия все еще продолжается у нас, и мы обезопасим наших ребят, и я думаю, что все пройдет хорошо, тем более опыт у нас имеется, волонтеры Конституции мы уже прошли, примерно таким же боевым составом, и ребята уже делали такую работу на другом проекте, поэтому я думаю, что мы справились. А сколько всего в итоге для этого голосования? Мы планируем, что в итоге примет участие 200 волонтеров, резерв, то есть у нас имеется еще в 200 ребят, то есть при необходимости мы сможем кого-то заменить, потому что понимаем какие-то личные обстоятельства, там, человеческий фактор, либо еще что-то, и мы будем стараться всем подбирать комфортный график, потому что все могут в разное время продлиться, это до 30 мая, то есть почти месяц, больше месяца, ребята будут консультировать жителей, это все-таки значительное время из жизни, так скажем, может быть, если выходить каждый день. А где, я прошу прощения, где будут располагаться вот эти пункты для голосования, куда нужно быть? Мы, да, мы их, так как это 7 муниципальных образований, мы их опубликуем у нас везде на сайтах, в соцсетях, это будут общественные пространства, там, МФЦ, торговые центры, площади центральные, муниципальных образований, где ребята будут стоять в информационной точке, вы их точно узнаете, они будут в экипировке с бейджами, будут соответствующие логотипы формирования комфортной городской среды, ну и, конечно же, самое важное, что для них будет, это фланшеты у каждого волонтера на каждой точке, потому что голосование уже в этом году пройдет не как обычно, то есть не бюллетени, а будет электронное. На сайте можно будет, любой желающий может проголосовать, и можно будет проголосовать на самой точке. То есть все произойдет вот так быстро? Подошел к волонтеру, выбрал с ним объект и проголосовал? Да, получаешь консультацию, консультацию и по самому объекту, если ты не хочешь голосовать и показывать волонтеру, за какой объект ты хочешь проголосовать, он расскажет, где это можно сделать и как это сделать максимально быстро. Никаких персональных данных волонтер не собирает, только номер телефона, потому что учитывается, именно с одного номера телефона одна заявка. К Наталье я хотел бы обратить вопрос, как вы пришли вот в волонтерскую деятельность, почему решили вообще этим заняться? Почему? Ну, впервые, может быть, я пришла к волонтерам, когда началась пандемия. Это был март месяц 2020 года, когда всех посадили на самоизоляцию, и очень много людей, ну, можно сказать так, потерялись. Для них было это шоком, они не знали, что делать, особенно маломобильные граждане. И я записалась, зарегистрировалась на сайте Добро и записалась в адресную помощь. Вот с тех пор я познакомилась с огромным количеством добрых, отзывчивых, хороших людей. Вы не представляете, сколько у нас в Ульяновске таких людей. И мы вот вместе подружились, дружились, вот так вот участвуем во всех проектах. Проектов уже было много, начиная вот с адресной помощи. И вот я как раз дошла до... Да, и вот в вашей жизни случилось комфортное. Да, комфортное средство. Да, будете ее помогать формировать. Почему выбрали это направление? Для меня, во-первых, это близко и нужно. Почему? Я так же, как и любой человек, мечтаю жить в хорошем, благоустроенном городе. Для меня иногда, если честно, бывает стыдно перед приезжающими, что не везде у нас так хорошо и чисто. Что я понимаю под комфортной средой? Это чтобы были... Значит, это не приоритеты, а просто вот. И парковки хорошие были, и парки хорошие, и площадки для детей, для спортсменов, велодорожки. И кафе благоустроенные, все-все, здесь много, долго можно перечислять. И, естественно, все сразу мы не сможем сделать. Поэтому нужно голосование, с чего мы начнем. Начнем с этого парка. Вот в городе Ульяновске предоставлено будет шесть парков. То есть парк «Семья», парк «Молодежный», потом парк «Дружба народов», сквер «Нарепино», парк «Победы». Что-то я забыла? Я забыла. Что-то я забыла. Но все это будет на сайте. Все это мы, если подойдут к нам граждане, мы будем объяснять, показывать. На каждый проект будет по два варианта. И вы можете одобрить, что вам больше нравится, что вы хотите. И я так думаю, что много людей просто критикуют. Но просто критиковать это для меня неприемлемо. Если вам что-то не нравится, возьмите и измените это. Возьмите. Если вы не можете сделать, вы хотя бы своим участием в голосовании поможете. Потому что все равно не начнется благоустройство, если не утвердить. Сейчас так принято. Нужно согласовать бумаги. Нужно найти, кто это будет делать, когда, сроки, финансирование. То есть все это связано обязательно. Я уточнить хотел бы просто. Вот шесть территорий будет, например, в Ульяновске. И по каждой территории нужно выбрать какой-то определенный план благоустройства. Да, там будет два варианта. И, собственно, житель сам принимает решение, скажем, в каком стиле, в какой манере будет их парк. Я думаю, что это действительно важно, потому что проект, их уже выбрали. То есть их было несколько. И вот эти вот два варианта, которые, скажем, наиболее популярные, они вот легли в основу голоса. А будет ли необходим какой-то кворум или, как это правильно назвать, какое-то минимальное количество голосов? Такой задачи установки нам не стояло. Но мы, конечно же, хотим привлечь наибольшее количество людей. Мы планируем, что это более 100 тысяч жителей области проголосуют. Потому что все-таки это онлайн. Может сделать любой желающий, находясь дома. И это с 14 лет. То есть любой человек, которому 14 лет, он уже гражданин, у него есть паспорт. Он может дать свой голос и проголосовать за тот или иной объект. Это ведь уже не первое голосование. Уже опыт такой имеется в регионе. Вот как тогда это проходило? Насколько были активны наши жители? В 2018 году голосовали как раз-таки за сами точки, где будут устраивать, так скажем, благоустройство. И тогда это проходило совместно с единым днем голосования выбора. То есть тогда были бюллетени, тогда были ящики для голосования. И, понятное дело, была активность, потому что жители уже шли для того, чтобы отдать свой голос за кандидата. И им предлагали вариант рассмотреть, и они уже голосовали также по желанию за тот или иной объект. Поэтому я думаю, что с введением электронного голосования у нас больше будет все-таки поток. И мы рассчитываем и на молодежь, потому что нам здесь жить. Мы здесь будем воспитывать своих детей. И мы рассчитываем на то, что молодежь все-таки будет активна, тем более онлайн. Это в два клика, номер телефона, поставил галочку, и можешь в маршрутке ехать и ответить на тот или иной вопрос. Это просто прекрасно. На самом деле, а вот есть ли, как правильно сказать, какие-то ограничения по тому, кого выбирали волонтерами? Мог ли я, например, стать волонтером? Да. Вы могли оставить свою заявку на сайте добро.ру, пройти, дождаться, когда сбор заявок будет завершен. Далее уже созванивались с ребятами, спрашивали их график работы, насколько они могут, не могут. Не изменились ли планы, потому что бывают разные вещи. И, не знаю, пришлось уехать в другой регион, либо что-то подобное. И, соответственно, уже вели беседы. Понятно, в приоритете брали ребята, у которых уже имеется опыт. То есть таких у нас много, так скажем, благодаря акции «Заимопомощь мы вместе» действительно много неравнодушных жителей объединилось. И мы все-таки продолжаем работать с ними по различным проектам. Мы будем им предлагать какие-то альтернативные форматы участия как в жизни региона, города, так и страны в целом. И волонтеры, это, конечно же, про добровольчество. Но я вот человек меркантильный. Что-то волонтер какую-то плюшечку получает за то, что он это делает. Ну, понятное дело, мы стараемся отблагодарить грамотами, записями волонтерскую книжку. Сейчас понимаем, сейчас будет шквал желающих получить свои дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, потому что добавляют. Мы выставляем баллы как в электронную волонтерскую книжку, так и в наручную, для того, чтобы они смогли сдать эти документы при поступлении. Грамоты будут, естественно, самым активным. Если получится, понятное дело, там и от министра, и, возможно, от временно исполняющего обязанности губернатора, если удастся согласовать. И, собственно, помимо этого остается сама форма, которую дают волонтеру. На самом деле, я думаю, что Наталья не даст собрать этих футболок. Потом дома лежит, носить, не переносить, и волонтеры действительно их уже коллекционируют. Бейджики, вот это все остается как память. Ну и, понятно, будет там итоговое собрание, где почествуем всех самых активных, скажем им спасибо. Потому что волонтер, он получает не просто, он не получает деньги, он получает эмоции, он получает опыт, знакомство. И многие из волонтеров потом в будущем, ну, как бы, более мобильны, более, так скажем, могут какую-то работу себе лучше подобрать, потому что у них там и больше контактов, и больше опыта. И все-таки работодатель, когда он посмотрит, так, у него есть общественный опыт, общественная деятельность, конечно же, я лучше возьму его. Я еще хотел бы задать вопрос все-таки про благоустройство, если к нему возвращаться. А шесть проектов проголосуют сегодня, когда будет, когда начнется реализация этих проектов? В 2022 году. В 2022? Да, потому что мы вынимаем согласование, сметы и так далее. А это вот, ну, некий цикличный момент, то есть сегодня мы голосуем за те проекты, которые на 2022, а в 2022 будем голосовать за 2023, или это единоразовая акция? Насколько вот мы уже разговаривали с коллегами из Министерства строительства, в будущем волонтеры будут также привлечены к реализации данных голосований, и это будет с определенными, ну, с определенными датами, то есть сейчас мы голосуем за 2022 год, далее мы будем голосовать опять за другие вариации, так скажем, и волонтеры будут активными уже, так скажем, партнерами и участниками данного проекта. Наверное, один из последних вопросов. Вот шесть проектов уже выбрали, они понятны. Вот на ваш взгляд, какие еще пространства нужно вот в Ульянске благоустроить, чтобы вы хотели вот лично вы, Наталья и Людмила, переделать, модернизировать? На самом деле, я, наверное, бы хотела сказать действительно благодарность этому проекту, потому что я проживаю в Заволжье, на верхней террасе, недалеко от парка 40-летия в ЛКСМ. И вот наша вот эта, так скажем, улица, она была благоустроена по этому проекту. Появились фонари, лавочки, клумбы, там туи посадили, то есть, ну, это действительно облагораживает. И сейчас продолжается благоустройство, там дальше и развязку делают. То есть, ну, вот для комфорта действительно, ну, в моем районе становится лучше. И дома более такой радужный цвет получают, то есть их красят. Там у нас и сиреневый есть, и фиолетовый. Действительно приятнее как-то становится. Появляются. У меня вот во дворе там поставили детские площадки, тренажеры. И могу вам сказать, у нас все-таки на верхней террасе такой возраст более 65+. Могу сказать, что бабушки активно принимают участие в спортивных вот этих вот состязаниях. Поэтому я действительно говорю, что проект нужный, важный. И спасибо большое за то, что вот у нас, за нашу территорию проголосовали. Вам, наверное, тоже есть что предложить, Наталья. А я мечтаю, Людмила, сглоси. А я мечтаю, что так как я живу и родилась в районе улицы Автозаводска, это Засвежский район, я мечтаю, чтобы нашу Автозаводскую облагородили. Потому что я помню еще ее зеленый, с лавочками, красивый, цветущий. Я понимаю, что все ветшает, стареет. Но тем не менее, вот если облагородят нашу улицу, это будет замечательно. Там столько красивых домов, вот наша школа тоже. Я бы с удовольствием вот увидела ее в новом свете, с новыми цветеньками, с новым фасадом отреставрированным. И мне кажется, с Автозаводской у многих связана история, потому что эту улицу строили для автозаводчан. У нас завод, автозавод, но он значимый для нашего города. Поэтому я вот мечтаю о улице Автозаводская. Но буду голосовать, наверное, за парк «Семья», потому что парк «Семья» тоже для меня с детства любим. Мы туда ходили еще детьми гулять, когда он еще был парк «Семья» Ульянова. Там столько было роз, вы не представляете. Вот где сейчас аттракционы, там все были клумбы с розами. То есть разных цветов, разных видов. Вот это благоухание. Знаете, как было? Ну, гулять там было приятно. Спасибо вам огромное за беседу. Я напомню, мы говорили сегодня про очередной этап проекта «Формирование комфортной городской среды». И в гостях у нас были Людмила Князькова, руководитель регионального волонтерского штаба, и Наталья Зинина, учитель школы и волонтер этой акции. Ну, а мы продолжаем в программе «Утро с репортером». Еще много интересного. ЗОЖ по группе крови. Предлагаю об этом поговорить этим утром, а именно о генетических особенностях, влияющих на возможности тела. Считается, что та или иная группа крови человека по-разному сказывается на его темпераменте. Например, обладатели первой группы считаются наиболее эмоциональными, целеустремленными и оптимистичными. Те, кому досталась вторая группа крови, творческие и чувствительные натуры. У меня вторая группа крови. Люди с третьей группой крови довольно общительные и энергичные, но склонны к перепадам настроения. Люди с четвертой группой крови – великолепные организаторы. Специалисты уверены, по группе крови можно выбрать и тренировку, конечно же, учитывая особенности характера и организма людей. Для людей с первой группой крови идеально подходят аэробные нагрузки, плавание, танцы и гимнастика. Обладатели второй группы крови лучше всего проявят свои навыки в йоге, беге, единоборствах и танцах. А еще стоит обратить внимание на командные виды спорта. Спортсмены с третьей группой крови обычно предпочитают индивидуальные занятия. У них хорошо развита выносливость, стоит чередовать силовые и аэробные упражнения, например, йогу и бег. Для обладателей четвертой группы крови подходят любые виды тренировок. Здесь стоит ориентироваться только на индивидуальные предпочтения. Не знаю, какая группа крови у нашего эксперта по здоровому образу жизни Оксаны Галеевой, но кажется, ей с легкостью удаются все виды физических нагрузок, ей, в общем-то, и слово. Доброе утро! С вами Оксана Галеева, руководитель студии Yoga Life, инструктор женских практик йоги. Я желаю вам прекрасного весеннего настроения и хочу сегодня поговорить о работе для офисных сотрудников, которые, к сожалению, мало двигаются и мало видят весеннее солнце. Для нас очень важно не только двигаться, но и правильно расслабляться. Что такое расслабление? Когда мы приходим домой, расслабление не приравнивается к какой-то лености, мы не должны ложиться на диван. Такое расслабление будет еще большим переутомлением. Переутомление приводит к нервозности, к напряжениям. Поэтому мы сегодня поговорим, как можно сделать перед рабочим днем либо в конце рабочего дня некое предрастяжение, которое будет приводить к расслаблению всей нервной системы. Когда мы утром просыпаемся, конечно, мы чувствуем скованность мышц. Вся наша внутренняя система, межклеточная жидкость, она словно закостеневает. И перед работой нам прекрасно растянуть наши ноги. Предрастянуть. Конечно, возможно, это будет немножко некомфортно, но мы с вами попробуем. Хорошо? Если вы сейчас сядете на какую-то поверхность твердую, но чтобы это был не голый пол, а ковер, либо какая-то мягкая подстилка, полусогнем коленочки, немножко поездим на седалищных костях и останемся в положении натянутой спины, то есть от себя. Вытянем ножки и сделаем некие движения, которые помогут нам предрастянуть задние поверхности ног, спины. И если вы почувствуете какие-либо зажимы, это и будет сигналом о том, что вам нужно большее внимание уделять на работу вытяжения мышц, потому что это даст именно правильно расслабление всего тела. Итак, мы сели руховно, подняли ручки вверх и делаем в динамике несколько наклонов. Вдох и выдох с прямой спиной. Вдох и выдох. Здесь очень важно не уходить с амплитудой, дискомфортной для вас, а делать так, как сейчас позволит сделать ваше тело. И затем уходим с ровной спиной, опускаем ручки через стороны, спинка осталась достаточно прямая. Берем себя либо за икроножные мышцы, либо ближе к голеностопам, насколько вам комфортно. Располагаем локти в стороны и начинаем уже опускать спинку, удлиняясь позвоночником и макушкой. Не запрокидывайте вниз голову, не делайте пережимания шейного отдела, ваша спина идет с шейным отделом, как плавная дуга. И в этом положении, направив локти в стороны, расширяем область спины, посидите и подышите. Почувствуйте всю заднюю поверхность ноги, почувствуйте поясничный отдел и вашу спинку. Прекрасное выполнение упражнения перед рабочим днем. Либо в конце рабочего дня его же хорошо выполнять, если у вас есть возможность и в течение вашего рабочего дня. Итак, мы с вами посидели, подрастянулись и потихонечку вернулись. У вас может быть разное положение. Вы можете, если обладаете гибкостью, дотянуться животом до бедер и сделать небольшой наклон. И самое главное, вы можете заметить, что каждый раз, каждый день, выполняя это упражнение, у вас будет разная амплитуда. Да, действительно так. Наше тело, оно привыкает к движениям. И всегда помните о принципе стрелы. Иногда вы можете словно остаться на месте. Сколько бы вы ни тренировались, но вы не уйдете ниже и глубже. Потому что наше тело в разные дни имеет разный гормональный баланс и позволяет нам делать разную амплитуду движений. Когда мы натягиваем стрелу и опускаем ее из лука, прежде чем она полетит вперед, она уходит назад. Также ваше тело, оно может какое-то время замедлиться, чтобы сделать качественный рывок вперед. Я желаю вам хорошего дня, чтобы на вашем пути к здоровому образу жизни всегда светило солнце. На 9 тысяч больше в Ульянской области создадут новые места дополнительного образования. Они начнут свою работу на базе 126 учреждений региона в 24 муниципалитетах. Всего в учебных учреждениях откроют почти 200 объединений дополнительного образования. На новых местах проведут необходимый ремонт учебных аудиторий, закупят оборудование и средства обучения. На открытие новых мест выделено почти 56 миллионов рублей. И о главном расскажем далее. Первое, второе и компот. Сначала взрослым на проверку. Качество питания в ульяновских детсадах относится щепетильно, а поэтому вспышка инфекции у детей в Индзенском районе – нонсенс. Причиной отравления воспитанников детского сада «Теремок» в селе Труслейка считаются непрожаренные беточки, а значит, вина лежит на сотрудниках пищеблока. Во время проверки детского сада выявлена масса нарушений Санпина, в том числе и товарное соседство. Сегодня у нас свекольник. На нас в классном ульеоне. Строже меры, выше качество. Здоровье детей – главная цель, которую обсудили на специальной комиссии, где за круглым столом собрались представители Министерства образования, Роспотребнадзора и других ведомств. Где мы должны быть особо бдительны? Это прежде всего в поставке продуктов питания, в их приобретении, в условиях хранения, в приготовлении пищи, какие необходимые санитарные нормы и правила, и все другие законодательные процедуры должны соблюдать. Правила обязательны к исполнению во всех детских садах. Продукты проверяют на нескольких этапах. Сначала оператор питания, затем сотрудники учреждения. Первое – идет контроль за поступающей продукцией. Осматриваем на вид, на документацию, смотрим, откуда продукция поступила, часы ее реализации. Салат, свекольник, макароны, котлеты и компот. Обед воспитанников детского сада. Калорийность, белки, жиры, углеводы – все здесь прописано. И все эти блюда готовятся именно в детском саду, в пищеблоке. Готовые полуфабрикаты здесь не допускаются. Вся продукция подвергается лабораторному контролю в независимой аккредитованной лаборатории. После соответствующего заключения эксперта продукция допускается для питания детей. Наблюдать и проверять. За работой сотрудников пищеблока должна следить прокиражная комиссия. В ее составе медсестра и заведующее учреждение. Одним из самых главных моментов – это соблюдение, неукоснительное причем соблюдение, технологии приготовления пищи. Вот это, наверное, главные составляющие, которые составляют залог полноценного, здорового, качественного питания в детском саду. Своевременный медосмотр, гигиена сотрудника кухни и чистота самого пищеблока. Требования строгие. Их соблюдение равно здоровью детей. А это самое важное. Довольные дети – счастливые взрослые. Супы любят очень, компоты, какао пьет, салаты капустные, витаминные разные. Новый салат с капустой, с красной смородиной. Прям хвалил, говорит, приготовь. Аналитики выяснили, какие сотрудники работают на 14% эффективнее других. В опросе участвовали более 2000 российских работодателей в марте нынешнего года. Самыми эффективными сотрудниками оказались женщины старше 40 лет, разведенные или в браке. Это важное, значит, уточнение. Имеющие одного или нескольких взрослых детей, они именно работают на 14% эффективнее всех остальных возрастных групп. Мне, к сожалению, в эту группу никогда не пробиться. Самыми сильными сторонами сотрудниц этого возраста оказались аккуратность, внимательность, стрессоустойчивость и умение работать в команде. Несмотря на вот эту доказанную повышенную эффективность, как оказалось по статистике, работодатели платят именно этой категории работников на 19% меньше, чем мужчинам или более молодым женщинам. При этом сотрудницы старше 40 лет в два раза реже, чем их молодые коллеги, просят прибавку к зарплате или повышение в должности. При этом российские работодатели предпочитают нанимать сотрудников от 25 до 40 лет. Вот такая вот, к сожалению, несправедливость. Рубрика «Это интересно» продолжает наш эфир. Пока аналитики и эксперты определяют эффективность трудоработников, эти самые работники выходят в парки, скверы на свои придомовые территории для того, чтобы свою эффективность подтвердить ударным трудом. Генеральная уборка проходила во всех населенных пунктах региона. Было определено 525 мест для наведения чистоты и порядка в каждом поселении. В различных благоустроительных мероприятиях, по итогам Мечника, мы итоги подводили, вот конкретно в субботник участвовало 42 865 человек. Из них школьников более 4,5 тысяч человек и 2437 организаций. Более 500 единиц техники было задействовано для уборки. И очень важно, что в данных мероприятиях активно участвует территориальное общественное самоуправление. Субботник сегодня – это не просто трудовой десант на отдельно взятой территории. Субботник – в первую очередь возможность продемонстрировать свое активное участие в жизни города. Доказать скептикам и диванным экспертам, что чистота зависит от каждого из нас. Да и сугубо рабочими моментами субботники не ограничиваются, превращаясь в полноценные культурно-досуговые мероприятия. Например, в Сенгелеевском районе это сочетание прошло в рамках акции «Сад памяти». В самом Ульяновске Минспорта провели фитнес-субботник вместе с эстафетой. В Димитровграде участники субботника на «Алле учителей» также провели культурную программу. При этом парки, конечно, в выигрыше. Администрация следит за порядком и чистотой, вовремя проводят все благоустроительные работы. Простая цель – привлечь отдыхающих, привлечь бизнес. В едином строю, вооруженные лопатами и граблями, вместе с сотрудниками муниципальных предприятий работают волонтеры ФКГС. Они будут у нас работать на территории муниципальных образований, всех вот этих вот, которые участвуют в рейтинговом голосовании. И будут объяснять, что это вообще такое, как можно это выбрать, как на сайте, если необходимо зарегистрироваться. И если у жителей есть желание и время, то они смогут проголосовать рядом с этими, ну, прям сразу с этими волонтерами. То есть у нас у волонтеров будут вот такие вот планшетики сразу. Вот, да, то есть в планшетик у нас будет, человек подходит, он говорит свое имя, фамилия, телефонный номер, регистрируется. То есть волонтеры ему помогают зарегистрироваться. И прямо на этом планшете он сможет посмотреть, а какие же варианты у нас есть. Проекты, госпрограммы, формирование комфортной городской среды объемные и сравнимы по размаху со средним парком, если речь идет о развитии общественных пространств. Вариант для преображения территорий множество. Например, сразу три муниципалитета Ульяновской области участвовали в конкурсе Минстроя России для малых городов и исторических поселений. И, как оказалось, не напрасно. Принимали участие три у нас муниципалитета. Это Барыш, Корсон и Сульская. Выиграли по 50 миллионов рублей. И мы из регионального бюджета им еще с финансированием по 10 миллионов рублей. Работы начнутся уже в этом году. В мае завершится всероссийское голосование за проекты комфортной городской среды. А сейчас активные жители региона могут начинать прорабатывать свои проекты, что называется, на перспективу. Как происходит общественный запрос? Когда формируется какая-то определенная группа социальная, которая видит, как можно сделать что-то лучше, и вот эта вот уже наша, скажем так, сформировавшаяся социальная группа обращается либо к нам в министерство, либо в органы местного самоуправления, говорит, что вот там есть здесь пустырь, вместо которого можно сделать хороший парк. Есть у нас видение, как этот парк, например, должен быть. Понятно, что это процесс не быстрый, не одноводнее. Главное – заложить фундамент, организовать активную группу единомышленников, которые общими усилиями с ответственными ведомствами сумеют оформить проект на бумаге и дать ему импульс к живому воплощению. Картину НИА дополнят региональные новости. Информационная программа «Реальность» далее в эфире. Надо всем одевать маску. Обязательно. Это очень желательно для всех, чтобы никто не болел. И скорее бы этот вирус закончился. Чтобы наши дети, все мы были живы-здоровы. Многие из нас, случайно забыв дома средства защиты, чувствуют себя некомфортно. Словно без одежды появились в общественном месте. Желающих погулять без маски в 2021 году не так много. Чуть ли не каждая семья в регионе так или иначе столкнулась со смертельной инфекцией. На территории города Ульяновска мониторится ситуация с ковидом в постоянном режиме. И если говорить о тех цифрах, которые мы получаем, это в день у нас бывает от 40, 35 и до 60, 70 случаев заболевания. И поскольку эта цифра нестабильная, то успокаиваться у нас с вами поводов нет. В этот же период 2020 года регистрировалось от 19 до 27 случаев заболевания. Так что расслабляться не время. Контролируют улицы общественные пространства Ульяновска волонтеры-дружинники. Бывают граждане, которые несознательно относятся к этому выполнению постановления и пытаемся их убедить, что надо все-таки одевать маски, перчатки и выполнять перчатки в масочный режим. Просто людям иногда надо напоминать, и это дисциплинирует людей. Администрация Ульяновска совместно с полицией и народными дружинниками продолжает проводить рейды минимум раз в три дня. В этот раз зона мониторинга – Заволжский район. Проверяют общественный транспорт пассажиров и водителей. Цель такая же, как и год назад – напомнить людям об обязанности иметь при себе средства защиты. В случае правонарушения пассажирам водитель не должен допустить его к проезду. Естественно, лишить пассажира транспортной доступности тоже не имеет права. И уже так перевозчики сами договорились с администрацией, что водитель будет иметь какой-то запас масок, чтобы в случае, если пассажир забыл дома, предоставить ему маску бесплатно. В целом люди с пониманием относятся к проверяющим. Агрессии нет совсем. Нарушения незначительные. В основном кто-то не успел надеть маску или надел, но неправильно, спустив на подбородок, оставив открытым нос и рот. По итогам рейда мы обследовали 49 единиц транспорта. Выявлено 28 нарушений, а они устранены на месте. Проведено 69 профилактических бесед. Участники рейда прекрасно понимают настроение людей. Хотят, чтобы поскорее закончилась пандемия. Тем более появилась вакцина, доступная каждому. И появление популяционного иммунитета не за горами. Чтобы приблизить долгожданный момент, людям нужно действовать сообща. Напоминать друг друга об ответственном отношении к себе и окружающим. Павел Патриков, Бахсияр Салтанов, репортер 73. Детям постоянно нужно как-то контактировать друг с другом. Потому что когда выходишь в виртуальный мир, это же совсем другое. Что такое онлайн, современные дети знают порой даже лучше, чем взрослые. Но одно дело – добровольное общение в сети, и совсем другое, когда дома запирает пандемия. И интернет остается единственным окном в мир. В прошлом году Игнат и Диана уже пропустили встречу с друзьями в летнем лагере. В этом поездка тоже попадала под вопрос. Я должна была поехать летом только на конкурс, на юг. Но теперь, если есть такая возможность, поехать и мне, и брату в лагерь, и даже, может быть, в один лагерь, то я очень рада этой возможности и думаю, что мама обязательно воспользуется ей. В летнем отдыхе не новички. Несколько лет Диана уезжала в Волжанку. Игнат – в огонек. В этом году решили программу поездок обновить. Игнат собирается в Ульяновский Орленок. У его старшей сестры далеко идущие планы. Хотела в лагерь с подружкой в области у нас. Но с учетом вот этой компенсации, если она будет распространяться по всей России, может быть, они с подружкой даже куда-то поедут ближе к йогу. В регионе 50-процентная компенсация путевки действует уже несколько лет, но распространялась только на областные летние лагеря. Министерство просвещения прорабатывает критерии, по которым заработает возврат средств, гарантированный на федеральном уровне. Если он не будет иметь территориальной привязки, горизонты детского отдыха значительно расширятся. Родители или их представители смогут по безналичному расчету приобрести путевку в детский лагерь и получить 50% от ее стоимости через платежную систему МИР. По предварительным расчетам компенсацией воспользуются родители 357 тысяч детей. Из бюджета выделяется 5 миллиардов рублей на это. Всероссийские детские центры просят за путевку больше региональных. Для многих отдых в легендарных лагерях – несбыточная мечта. Даже для благополучных семей с уверенным достатком отправить нескольких детей на смену по такой цене накладно. Конечно, областные учреждения держат марку, чтобы сделать каникулы яркими и запоминающимися. И каждый школьник, побывавший в лагере, точно знает, из-за чего хотелось бы туда вернуться. Атмосфера. Друзья. Да, друзья, свежий воздух. На этом снимке из далеких 60-х двойник звездной Людмилы Гурченко. Молодая ульяновская воспитательница Валентина Белова. Выбор в пользу педагогики сделала осознанно, из любви к детям. И не ошиблась. В детсадах провела полвека, удостоившись многочисленных благодарностей и поощрений. А самое главное – признание со стороны ребят и родителей. Если сейчас мы возьмем образование, то в детских садах все пособия, все игрушки, все предоставлены детям. В наше время не было этого. Мы сами все творили, все делали, все вырезали, клеили. У меня были первые помощники – мои дети и мой муж. Вот так личным примером и собственных детей воспитала педагогами. Дочь Наталья Тихонова закончила профильное училище и вуз. Была членом партии и даже председателем женсовета в полку супруга. Получив доверие сверху, собственными руками возвела и возглавила 243-й детсад «Гармония» от механического завода. На ответственном руководящем посту оказалась в 29 лет. 13 лет бессонных ночей, 13 лет работы, вернее, жизни без выходных. То есть дошкольные работники, у них нет совершенно грани, где они отдыхают, где они работают. Мне даже муж говорил, слушай, говорит, ну ты же с работы пришла, ну заканчивай. Ну нет. С 2004-го Наталья Александровна – заместитель директора Ульяновского училища Олимпийского резерва. Чаще на работе, реже с семьей, тем ценнее встречи с дочерью Оксаной, следующим звеном солидной династической цепи. Вот это моя первая школа. Сюда я пришла в первый класс, давала звонок. Как положено, меня несли на руках, потому что была самая маленькая, компактная. Вернулась сюда с образованием педагогическим и пришла работать с учителем музыки. Набиралась опыта в 31-й Ульяновской, чтобы затем наращивать и транслировать его в школах и детсадах Подмосковья. Причудливые жизненные тропы привели Оксану Лилейкину в Нарофоминск. И за 20 лет педагогической деятельности она стала, по сути, педагогом-универсалом, отмеченным грамотами на самых разных уровнях. Но лучшая метка верного пути – дочь Анна, студентка, опять же, педагогического вуза и активный слушатель курсов вожатского мастерства в педотрядах Охлома. Это не просто работа. Это твоя миссия, которую ты должен выполнить. И решая эту миссию, помогая ребятам, делая их лучше, помогая становлению их личности, я считаю, что ты приобщаешься к какому-то чуду. Независимо от того, сколько нам лет, мы всегда молоды душой. Потому что мы работаем в детском коллективе. Да. И любим детей. И любим детей. А они любят нас. Нас, конечно. А когда столько любви – это замечательно. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Главные пациенты чебоксарских врачей, офтальмологов – дети с ограниченными возможностями здоровья. К таким нужен особый подход. Гибкое, доброжелательное общение. Приходится временно перевоплощаться в психолога и примерять роль воспитателя. Многие дети пугаются странного оборудования. Первым делом маленького пациента нужно успокоить. И только после этого приступать к диагностике. Идея состоит в том, чтобы максимально послушать, посмотреть детей. Тех, которые часто то ли в забвении, то ли в очередях, то ли некогда. Так, чтобы ускорить и привлечь внимание еще раз к тому, что дети не терпят каких-то проволочек. Надо делать все как можно скорее. Особенно, когда касается таких вещей, как слух, зрение, ну и другие вещи. За 15 минут приема опытные врачи успевают провести диагностику от и до. Первым делом – проверка остроты зрения. Дальше – оценка внутриглазного давления, состояние сетчатки и глазного яблока. Только за первые два дня работы помощь получили больше ста слабовидящих детей. Всех, кого к нам пригласили на это обследование, мы всех обязательно посмотрим. У нас приехали очень опытные доктора, очень опытные хирурги, которые и сами по себе очень много знают и владеют всеми последними методиками. И в то же время у нас есть все диагностическое оборудование, которое позволяет выявить самые малейшие изменения в состоянии глаз. Если в процессе диагностики выявляется заболевание, при котором требуется дополнительное лечение или хирургическое вмешательство, пациента пригласят уже в Чебоксарский филиал микрохирургии глаза. Благодаря десанту добра и выездам медиков в социальные учреждения Ульяновской области многие воспитанники и постояльцы детских домов, слепые и слабовидящие дети получат доступ к самой современной медицинской помощи, обретут здоровье и зрение. Мы надеемся, что вот этот замечательный, добрый проект станет доброй традицией для Ульяновской области, поскольку уже договорились и с руководителями, и, самое главное, с Фондом защиты детей, чтобы такие визиты, вот таких вот очень нужных и важных, узких, высоко квалифицированных специалистов в Ульяновскую область были ежегодными. Запланированное соглашение скоро подпишут. Оно станет правовой основой для дальнейшей совместной работы. Мобильный пункт пробудет в Ульяновске до 28 апреля. Следующая остановка – Димитровград. Павел Патриков, Валерий Кулачков, репортер «73». Сегодня мы должны знать, какова владенческая смертность в бывших союзных республиках, в Средней Азии, Казахстане. А там сегодня идет сокрытие статистики. Там сегодня работают вот эти организации бездородные, которые не всегда чисты. Вбить клин между братьями посредством ложной статистики, демонизации недостатков и принижения успехов. Играя на международном поле, нужно быть на чеку. Нельзя расслабляться и в вопросах внутренних. Нужно протягивать руку тем, кто только начинает жизненный путь. Продолжить формирование комфортной инфраструктуры для подрастающих поколений, а также направить особые усилия на развитие условий для воспитания и образования детей и молодежи. Жизнь разворачивается так, что, действительно, в последний год, вот эта изоляция детского мира, она, конечно, нанесла серьезный урон. И мы можем судить по результатам, которые в нашей стране. Статистика уже начинает публиковаться. Но мы связаны с детским фондом ООН. Средняя температура по планете, которую привел Альберт Лиханов. Дети теряют уровень образованности и интерес к новым знаниям. И пандемия внесла свою лепту в этот печальный процесс. Нужно как можно скорее заполнять этот провал, чтобы он не успел превратиться в пропасть. Плюсом – вопросы здоровья, заботиться о котором в наше время одновременно и сложно, и просто. Конечно, прежде всего, мы должны подготовить тех, кто вступает в это родительство, нашу молодежь, подростков, прежде всего, молодых людей, к тому, чтобы они сами вступили здоровыми. И, соответственно, закладывание здоровья ребенка тоже с самого начала пошло правильным путем. В нашем регионе есть свои наработки и проекты с необходимым вектором. Благополучие детей на первом месте. Накануне стартовал «Десант доброты». Обследование и помощь получили десятки маленьких пациентов. Специально для этого проекта «Десант доброты» были разработаны вот такие профессиональные методические рекомендации, которые позволят нам повысить квалификацию специалистов, которые работают в сфере образования, социальной защиты, здравоохранения. Сотрудничество даст региону неоценимый опыт работы специалистов всероссийского и международного класса. В ответ Ульяновская область готова делиться собственными уникальными практиками и достижениями. Детский мир должен быть благополучным и счастливым. Соперники матч начали тяжело, без острых атак и опасных моментов. «Волга» больше владела мячом. Ульяновские футболисты предлагали сопернику более вариативную игру, не стесняясь играть шире, чаще подключая фланги. Но первого забитого гола пришлось ждать больше 30 минут. Денис Рахманов запустил в прорыв Алексея Цыганцова, который виртуозно навесил в штрафную, где его передачу ударом через себя замкнул Тамерлан Мусаев. До забитого мяча, естественно, к волнению присутствует даже у ребят, потому что все вроде доставляем мяч в штрафную площадь, а до реализации довести не можем. Но потом уже стало все в свое русло, мы стали полностью контролировать, хорошо комбинировали, перемещали мяч в фланги на фланг. После забитого мяча «Волга» действительно словно выдохнула и продолжила планомерную осаду Оренбурга. И спустя 7 минут удар капитана Волжан замкнул на дальней штанге Тимур Джикия. В начале второй 45-минутки сложилось ощущение, что «Волга» перешла на игру вторым номером, меньше созидала в атаке и больше позволяла оренбуржцам играть на своей половине поля. Тем не менее, освежив команду заменами, Ренат Аитов сумел изменить рисунок игры и на 81-й минуте. Вновь с передачи Дениса Рахманова Тимур Джикия оформил дубль. Очень благодарен своей команде, которая не бросила играть и все 90 минут продолжала играть в футбол, не взирая на счет 3-0. И у нас также были хорошие моменты у Владимира Бадюкевича, два, и у Тимана Тартоваев. И в конце у Семена такой выход. Можно сказать, что не реализовали, не забили. Было бы интересно, если бы мы забивали свои моменты, и что было бы. Итоговый счет 3-0 в пользу ульяновской команды, которая в следующем туре отправится в Новотроицк, где 30 апреля сыграет против местной Носты. Будь подвижным, энергичным, с гелем-активист. Двигайся легко, свободно. С гелем-активист. С гелем-активист в активную жизнь. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее. От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный. Под названием клубнещит. Внимание! Акция! Уничтожь колорадского жука и получи подарок. Акция. Карада плюс подарок. По данным сайта ГИСМЕТИО, 28 апреля в Ульяновске переменная облачность. Небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью от 0 до плюс 4. Днем от 6 до 10 градусов тепла. В городе температура воздуха ночью от плюс 1 до плюс 3. Днем от 7 до 9 градусов тепла. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ульяновским школьникам из многодетных семей подарят компьютеры. Ульяновская область присоединилась к благотворительному проекту «Много дарю компьютеры детям». Семьи, которые воспитывают не менее пятерых детей, трое из которых школьники, получат бесплатную компьютерную технику. Сейчас в списке значатся 44 ульяновские семьи. Дарителем может стать каждый. Любой желающий может пожертвовать новую или бывшую в употреблении исправную технику. Компьютеры, ноутбуки, планшеты или даже смартфоны. Подробности на сайте проекта многодарю.рф. Самое время передать слово школьникам, у которых есть не только компьютеры, но и камера и микрофон. Наши юные коллеги с новостями продолжат эфир. Майские праздники традиционно самые любимые. Выходные можно объединить в мини-отпуск или каникулы. Можно сделать что-нибудь полезное и продуктивное. Освоить новые хобби и при этом отдохнуть. Любимые майские занятия, дача, шашлыки... Я забыл. Понимаю, понимаю. Любимые майские занятия, дача, шашлыки, прогулки, путешествия. В прошлом году мы были лишены всего этого. Переходим и переномим разные интересные занятия. В этом выпуске мы поговорим про способы, которые подходят как для природы, так и для дома. Майские выходные и семейный досуг. Это как раз тот случай, когда можно увидеться со всеми своими родственниками. Провести время вместе, отправиться на пикник или в поход. Можно всей семьей сходить в музей или галерею. Обычно в майские праздники посещение делают бесплатными. Или... Организовать. Или организовать марафон игр, квестов и квизов. Также выходные отлично подойдут для... Усвойства. Не надо думать, я перепутала. Может устройство. Или успоение. Также выходные подойдут для того, чтобы освоить кулинарное мастерство. Или для фильмов и сериалов, на которые не было времени. Совет. Ротратьте время на что-нибудь полезное. Подучите английский язык. Или начните учить новый. Начните осваивать новую профессию или углублять знания в физику или биологию. Поздравляй за мной. Откажитесь на время. Откажитесь на время. От гаджетов. От гаджетов. Соцсетей. Соцсетей. И интернетом. И интернетом. А теперь ослепляй все это вместе. Ты будешь великолепен его. Откажитесь на время от гаджетов, соцсетей и интернета. Если погода позволит, проведите время на своем воздухе. Попробуйте помедитировать. Или побегать, покататься на велосипеде или самокате. Кстати, ничего не делать тоже можно. Весна в время перемены и обновления. Поэтому советуем разобрать гардероб. Занятие, до которого вечно не доходят руки. Избавьтесь от вещей, которые вы точно не будете носить. Также весна лучшее время для переставки растений. Также весна лучшее время для переставки растений. Лучше сделайте своим цветам новые горшки, если не сделали этого раньше. А если у вас еще нет домашней зелени, то самое время зеленить подоконник. Вам точно должно хватить праздничных дней, чтобы отдохнуть и заняться делами. Предлагаю продолжить начатую вчера тему о правилах общения в мессенджерах. Как оказалось, очень интересно. Поддерживаю. Но сначала напомню нашим телезрителям, что мы уже рассказывали о том, что перед тем, как писать или звонить, нужно все-таки порепетировать. А еще оформлять одну мысль лучше в одно сообщение. Третье правило. Ссылаться на документ или сообщение в чате. Если вы обсуждаете тему или начали только что обсуждать тему, которую затрагивали несколько десятков сообщений назад, не поленитесь, тегните его, это сообщение или этот документ, чтобы собеседнику было проще вспомнить, о чем шла речь. Правило номер четыре. Проверять свой ник и аватарку на адекватность. Если вы пишете человеку в мессенджерах с предложением своего продукта или услуги в первый раз, но на аватарке у вас котик, а зовут вас дикая рысь или одинокий волк, дальше с взаимодействием могут быть трудности. Собеседник может не отнестись к вашему сообщению серьезно и в итоге проигнорировать его. Пятое. Очень важное правило, но все его постоянно нарушают. По работе нужно писать только в рабочее время. Правило простое. Зафиксируйте, пожалуйста, себе. Ну и, наконец, напоминайте о себе, если вам долго не отвечают. Действительно, тут уж точно не надо стесняться. Переписок и общения в чатах может быть настолько много, что некоторые даже важные сообщения останутся незамеченными. Напоминайте о себе даже через несколько дней. Рубрика «Стиль» продолжит утренний эфир вот так вот неожиданно. Добрый день, уважаемые телезрители. С вами в студии Анна. Это рубрика «Стиль». Предлагаю вам сегодня сделать вот такую вот пасхальную миску для конфет или для пасхальных яиц в форме скорлупки в гнездышке. Для этого нам потребуется с вами воздушный шарик, клей ПВА и туалетная бумага, либо салфетки. Нарываем нашу бумагу на кусочки. Заранее подготовьте побольше. Будем обклеивать ей наш шарик. Лучше, если бумага будет просто белая, чтобы не было никаких рисунков. Далее нам нужно развести клей ПВА с водой. Я использую универсальный столяр. Мне кажется, он прочнее почему-то склеивает. Я развожу на глаз. Клей хорошо нужно перемешать в воде. И далее приступаем к обклейке нашего шарика. Каждую салфетку мы смачиваем в воде. И обклеиваем ей наш шарик в хаотичном порядке. Музыка 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 Когда проклеиваете, у вас будут образовываться пузырьки воздуха в салфетке. Их нужно будет выгонять. Музыка Когда вы полностью обклеите шарик, нужно будет дождаться полного высыхания. Это примерно сутки полтора. Он должен будет очень-очень хорошо просохнуть. Сушить можно будет в вертикальном состоянии. Просто можете поставить шарик в банку. Очень удобно, чтобы он у вас никуда не укатился. После того, как ваш шарик хорошо высох, вы его просто сдуваете и снимаете нашу скорлупку. И я ее покрасила в два цвета. Внешнюю сторону в белый и золотистую сторону. Внутреннюю сторону в золотистый. Вот такая подставка в итоге у нас с вами получается. Я планирую ее использовать либо под конфеты, либо под пасхальные яйца. Это «Утро с репортером». И мы продолжаем. Продолжаем темой о федеральном проекте. Проект «Формирование комфортной городской среды» в этом году отмечает свое пятилетие. Он реализуется в Ульяновской области с 2017 года. И благодаря ему в нашем городе благоустроено 75 общественных пространств и 437 дворовых территорий. 26 апреля стартовал очередной этап голосования. И в этом году введено новшество. Помогать жителям выбирать территории и вообще узнавать об этом проекте будут волонтеры. Вот поэтому у нас сегодня великолепные гости. Руководитель регионального волонтерского штаба Людмила Князькова и волонтер из Ульяновска. Учитель школы Наталья Юрьевна Зинина. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, ну, во-первых, наверное, вопрос Людмиле. Какую подготовку прошли добровольцы? В принципе, мы как бы уже начали сбор волонтеров в марте. Желающих было порядка 400 волонтеров. Из семи муниципальных образований, так как семь территорий участвуют в данном проекте. И, собственно, ребята, перед тем, как пройти уже в основной, так скажем, штаб волонтерского корпуса, они первые, конечно же, прошли собеседование как онлайн, так и встречались с кураторами волонтерских объединений конкретно в муниципальном образовании. После этого они прошли онлайн-курс для начала на сайте добро.ру, подготовленный федеральным центром, где были такие тонкости именно связанные с этим проектом, потому что вопросов много, как юридических, так и почему сейчас мы голосуем именно за эти объекты, потому что в 2018 мы их выбрали, а теперь мы голосуем за их, так скажем, вид, как он будет выглядеть. И ребята также прошли обучение уже очное. Они встретились с руководителями волонтерских объединений, где им рассказали о том, где они будут стоять, в какое время, что они будут делать, на какие вопросы они отвечают, и на все такие тонкие какие-то вопросы, которые могут возникнуть у жителей, отвечали уже ребята-кураторы, тим-лидеры. Вы говорите, ребята. Был какой-то возрастной, какие-то ограничения были? Понятное дело, что мы ориентировались, старались на 18+, потому что все-таки проект сложный, и ребята уже, которые более-таки, у них уже есть бэкграунд некий, они уже прошли какой-то опыт, понятное дело, что мы старались таких отбирать. Но мы понимаем, что есть муниципальное образование, где нет профессиональных образовательных учреждений, и это либо люди уже возрастные, серебряные добровольцы принимали участие, либо это ребята старших классов. То есть от 16 лет мы рассматривали. Понятное дело, что будут все средства индивидуальной защиты представлены ребятам, все-таки пандемия еще продолжается у нас, и мы обезопасим наших ребят, и я думаю, что все пройдет хорошо. Тем более опыт у нас имеется, волонтеры Конституции мы уже прошли примерно таким же боевым составом, и ребята уже делали такую работу на другом проекте. Поэтому я думаю, что мы справились. А сколько всего в итоге для этого голосования? Мы планируем, что в итоге примет участие 200 волонтеров. Резерв у нас имеется еще в 200 ребят, то есть при необходимости мы сможем кого-то заменить, потому что понимаем какие-то личные обстоятельства, человеческий фактор, либо еще что-то. И мы будем стараться всем подбирать комфортный график, потому что все могут в разное время продлиться. Это до 30 мая, то есть почти месяц, больше месяца, ребята будут консультировать жителей. Это все-таки значительное время из жизни, так скажем, может быть, если выходить каждый день. А где, я прошу прощения, где будут располагаться вот эти пункты для голосования? Куда нужно будет? Да, мы их, так как это семь муниципальных образований, мы их опубликуем у нас везде на сайтах, в соцсетях. Это будут общественные пространства, МФЦ, торговые центры, площади центральные, муниципальных образований, где ребята будут стоять в информационной точке. Вы их точно узнаете. Они будут в экипировке с бейджами. Будут соответствующие логотипы формирования комфортной городской среды. Ну и, конечно же, самое важное, что для них будет, это планшеты у каждого волонтера на каждой точке, потому что голосование уже в этом году пройдет не как обычно, то есть не бюллетени, а будет электронное. На сайте любой желающий может проголосовать, и можно будет проголосовать на самой точке. То есть все произойдет вот так быстро? Подошел к волонтеру, выбрал с ним объект и проголосовал? Да, получаешь консультацию, консультацию по самому объекту. Если ты не хочешь голосовать, показывать волонтеру, за какой объект ты хочешь проголосовать, он расскажет, где это можно сделать и как это сделать максимально быстро. Никаких персональных данных волонтер не собирает, только номер телефона, потому что учитывается именно с одного номера телефона одна заявка. К Наталье я хотел бы обратить вопрос. Как вы пришли в волонтерскую деятельность? Почему решили вообще этим заняться? Почему? Ну, впервые, может быть, я пришла к волонтерам, когда началась пандемия. Это был март месяц 2020 года, когда всех посадили на самоизоляцию, и очень много людей, ну, можно сказать так, потерялись. Для них было это шоком, они не знали, что делать, особенно маломобильные граждане. И я записалась, зарегистрировалась на сайте Добро и записалась в адресную помощь. Вот с тех пор я познакомилась с огромным количеством добрых, отзывчивых, хороших людей. Вы не представляете, сколько у нас в Ульяновске таких людей. И мы вот вместе подружились, дружились, вот так вот участвуем во всех проектах. Проектов уже было много, начиная вот с адресной помощи. И вот я как раз дошла до комфортной среды. Да, будете ее помогать формировать. Почему выбрали это направление? Ну, для меня, во-первых, это близко и нужно. Почему? Я так же, как и любой человек, мечтаю жить в хорошем, благоустроенном городе. Для меня иногда, если честно, бывает стыдно перед приезжающими, что, ну, не везде у нас так хорошо и чисто. Что я понимаю под комфортной средой? Это чтобы были, значит, это не приоритеты, а просто вот и парковки хорошие были, и парки хорошие, и площадки для детей, для спортсменов, велодорожки, и кафе благоустроенные. Все, все, здесь много, долго можно перечислять. И, естественно, все сразу мы не сможем сделать. Поэтому нужно голосование, с чего мы начнем. Начнем с этого парка. Вот в городе Ульяновске предоставлено будет шесть парков. То есть парк «Семья», парк «Молодежный», потом парк «Дружба народов», сквер Нарепина, парк «Победы». Что-то я забыла? Я забыла. Что-то я забыла. Но все это будет на сайте. Все это мы, если подойдут к нам граждане, мы будем объяснять, показывать. На каждый проект будет по два варианта. И вы можете одобрить, что вам больше нравится, что вы хотите. И я так думаю, что вот много людей просто критикуют. Но просто критиковать это для меня неприемлемо. Если вам что-то не нравится, возьмите и измените это. Возьмите. Если вы не можете сделать, вы хотя бы своим участием в голосовании поможете. Потому что все равно не начнется благоустройство, если не утвердить, сейчас так принято. Нужно согласовать бумаги. Нужно найти, кто это будет делать, когда, сроки, финансирование. То есть все это связано обязательно. Я уточнить хотел бы просто. Шесть территорий будет, например, в Ульяновске. И по каждой территории нужно выбрать какой-то определенный план благоустройства. Да, там будет два варианта. И, собственно, житель сам принимает решение, так скажем, в каком стиле, в какой манере будет их парк. Я думаю, что это действительно важно, потому что проект, их уже выбрали. То есть их было несколько. И вот эти вот два варианта, которые, так скажем, наиболее популярные, они вот легли в основу голоса. А будет ли необходим какой-то кворум или, как это правильно назвать, какое-то минимальное количество голосов? Такой задачи установки нам не стояло. Но мы, конечно же, хотим привлечь наибольшее количество людей. Мы планируем, что это более 100 тысяч жителей области проголосуют, потому что все-таки это онлайн. Может сделать любой желающий, находясь дома. И это с 14 лет. То есть любой человек, которому 14 лет, он уже гражданин, у него есть паспорт, он может дать свой голос и проголосовать за тот или иной объект. Это ведь уже не первое голосование. Уже опыт такой имеется в регионе. Вот как тогда это проходило? Насколько были активны наши жители? В 2018 году голосовали как раз-таки за сами точки, где будут устраивать, так скажем, благоустройства. И тогда это проходило совместно с единым днем голосования выбора. То есть тогда были бюллетени, тогда были ящики для голосования. И, понятное дело, была активность, потому что жители уже шли для того, чтобы отдать свой голос за кандидата. И им предлагали вариант рассмотреть, и они уже голосовали также по желанию за тот или иной объект. Поэтому я думаю, что с введением электронного голосования у нас больше будет все-таки поток. И мы рассчитываем и на молодежь, потому что нам здесь жить, мы здесь будем воспитывать своих детей. И мы рассчитываем на то, что молодежь все-таки будет активна, тем более онлайн. Это в два клика номер телефона, поставил галочку, и можешь в маршрутке ехать и ответить на тот или иной вопрос. Это просто прекрасно. На самом деле, а вот есть ли, ну, как правильно сказать, какие-то ограничения по тому, кого выбирали волонтерами? Мог ли я, например, стать волонтером? Да. Вы могли оставить свою заявку на сайте добро.ру, пройти, ну, дождаться, когда сбор заявок будет завершен. Далее уже созванивались с ребятами, спрашивали их график работы, насколько они могут, не могут, не изменились ли планы, потому что бывают, ну, разные вещи, и, не знаю, там, пришлось уехать в другой регион, либо что-то подобное. И, соответственно, уже вели беседы. Понятно, в приоритете брали ребята, у которых уже имеется опыт, то есть таких у нас много, так скажем, благодаря акции «Заимопомощи мы вместе» действительно много неравнодушных жителей объединилось, и мы все-таки продолжаем работать с ними по различным проектам, мы будем им предлагать какие-то альтернативные форматы участия как в жизни региона, города, так и страны в целом. И вот волонтеры, это, конечно же, про добровольчество, но я вот человек меркантильный. Что-то волонтер, ну, какую-то плюшечку получает за то, что вот он это делает? Ну, понятное дело, мы стараемся отблагодарить там грамотами, записями волонтерскую книжку. Сейчас понимаем, сейчас будет шквал желающих получить свои дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, потому что добавляют. Мы выставляем баллы как в электронную волонтерскую книжку, так и в наручную, для того, чтобы они смогли сдать эти документы при поступлении. Грамоты будут, естественно, самым активным. Если получится, понятное дело, там и от министра, и от, возможно, от временно исполняющего обязанности губернатора, если удастся согласовать. И, собственно, помимо этого остается сама форма, которую дают волонтеру. На самом деле, я думаю, что Наталья не даст собрать этих футболок, потом дома лежит, он там носить, не переносить, и волонтеры действительно их уже коллекционируют. Бейджики, вот это все остается как память. Ну и, понятно, будет там итоговое собрание, где почествуем всех самых активных, скажем вам спасибо, потому что волонтер, он получает не просто, он не получает деньги, он получает эмоции, он получает опыт, знакомство. И многие из волонтеров потом в будущем более мобильны, более, так скажем, могут какую-то работу себе лучше подобрать, потому что у них там больше контактов, и больше опыта. И все-таки работодатель, когда он посмотрит, так, у него есть общественный опыт, общественная деятельность, конечно же, я лучше возьму его. Я еще хотел бы задать вопрос все-таки про благоустройство, если к нему возвращаться. Шесть проектов проголосуют сегодня, когда будет, когда начнется реализация этих проектов? В 2022 году. В 2022? Да, потому что мы принимаем согласование, сметы и так далее. Это вот некий цикличный момент, то есть сегодня мы голосуем за те проекты, которые на 2022, а в 2022 будем голосовать за 2023, или это единоразовая акция? Насколько вот мы уже разговаривали с коллегами из Министерства строительства, в будущем волонтеры будут также привлечены к реализации данных голосований, и это будет с определенными, ну, с определенными датами, то есть сейчас мы голосуем за 2022 год, далее мы будем голосовать опять за другие вариации, так скажем, и волонтеры будут активными уже, так скажем, партнерами и участниками данного проекта. Наверное, один из последних вопросов. Вот шесть проектов уже выбрали, они понятны. Вот на ваш взгляд, какие еще пространства нужно вот в Ульяновске благоустроить, чтобы вы хотели вот лично вы, Наталья и Людмила, переделать, модернизировать. На самом деле, я бы хотела сказать действительно благодарность этому проекту, потому что я проживаю в Заволжье, на верхней террасе, недалеко от парка 40-летия в ЛКСМ. И вот наша вот эта, так скажем, улица, она была благоустроена по этому проекту. Появились фонари, лавочки, клумбы, там туи посадили, то есть, ну, это действительно облагораживает. И сейчас продолжается благоустройство, там дальше и развязку делают. То есть, ну, вот для комфорта действительно, ну, в моем районе становится лучше. И дома более такой радужный цвет получают, то есть их красят. Там у нас и сиреневый есть, и фиолетовый. Действительно приятнее как-то становится. Появляются. У меня вот во дворе там поставили детские площадки, тренажеры. И могу вам сказать, у нас все-таки на верхней террасе такой возраст более 65+. Могу сказать, что бабушки активно принимают участие в спортивных вот этих вот состязаниях. Поэтому я действительно говорю, что проект нужный, важный. И спасибо большое за то, что вот у нас, за нашу территорию проголосовали. Вам, наверное, тоже есть, что предложить, Наталья. А я мечтаю, Людмила сбылось, а я мечтаю, что так как я живу и родилась в районе улицы Автозаводска, это Засверский район, я мечтаю, чтобы нашу Автозаводскую облагородили. Потому что я помню еще ее зеленый, с лавочками, красивый, цветущий. Я понимаю, что все ветшает, стареет, но тем не менее, вот если облагородит нашу улицу, это будет замечательно. Там столько красивых домов, вот наша школа тоже. Я бы с удовольствием вот увидела ее в новом свете, с новыми цветниками, с новым фасадом, отреставрированным. И мне кажется, с Автозаводской у многих связана история, потому что эту улицу строили для автозаводчан. У нас завод, автозавод, но он значимый для нашего города. Поэтому я вот мечтаю о улице Автозаводская. Но буду голосовать, наверное, за парк «Семья», потому что парк «Семья» тоже для меня с детства любим. Мы туда ходили еще детьми гулять, когда он еще был парк «Семья» Ульянова. Там столько было роз, вы не представляете, вот где сейчас аттракционы, там все были клумбы с розами, то есть разных цветов, разных видов. Вот это благоухание, знаете, как было, ну, гулять там было приятно. Спасибо вам огромное за беседу. Я напомню, мы говорили сегодня про очередной этап проекта «Формирование комфортной городской среды». И в гостях у нас были Людмила Князькова, руководитель регионального волонтерского штаба, и Наталья Зинина, учитель школы и волонтер этой акции. Ну, а мы продолжаем. В программе «Утро с репортером» еще много интересного. Позади два часа утреннего эфира. Я надеюсь, вы зарядились великолепным настроением, но мы еще успеваем рассказать вам о праздниках сегодняшнего дня. 28 апреля отмечаем День работников скорой помощи, Всемирный день охраны труда, Всемирный день концтовара Международный день собак-поводырей, День шифровальной службы МВД России и День контрольно-ревизионной службы МВД России. Недостаточно вам? Вот еще, пожалуйста, получите. День сегодня, поцелуй, свою вторую половинку, не забудьте обязательно это и сделать, День рождения воздушного кондиционера, День борьбы с пищевыми отходами, День химической безопасности, День обнаружения генобиологических часов, День денима, а День дириженса сегодня не забудьте, День заплатив вперед, День свободы форматов данных. В общем, День богат на события и праздники. Богат на разнообразие цветочных композиций и партнер нашей программы «Салон цветы и штучки». Если вы не успели посмотреть какую-то программу или какой-то отдельный сюжет хотите найти, не спешите отчаиваться на сайте reporter73.tv. Этот пробел всегда можно восполнить и посмотреть все наши выпуски. А еще можно позвонить по номеру телефона утренней редакции 30 50 73 и поделиться своими новостями и интересными историями. На этом будем прощаться. Сегодня для вас работала Гульнара Шарипова. У меня Алексей Сорокин. Это я. До завтра. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин